Эта территория свободная от наркотиков, табака, алкоголя и бранной речи. Место, где потерявшим ориентиры в жизни помогают делать уверенные шаги в будущее. Как правило, люди приезжают в Центр социальной реабилитации «Новая жизнь» в удручающем состоянии, часто избитыми и непременно с целым шлейфом проблем. Их истории, как правило, схожи. В жизни многих из приезжающих людей алкоголь и наркотики появились в подростковом вожестве. И как-то постепенно мир переставал восприниматься трезвым взглядом. Пил, ну, лет, наверное, 16. Пил. Докатился до ручки, так можно сказать. Понял, что уже жить так больше нельзя. Ну и матери там кто-то подсказал, что есть такой центр реабилитационный. И вот она разузнала, где что-то есть. Я согласился и приехал сюда. Здесь Сергей ухаживает за животными. Без дела не сидит никто. Сегодня в Центре 27 мужчин от 20 до 50 лет. Ежедневная работа на подсобном хозяйстве и в быту распределяется в зависимости от времени нахождения здесь. С трех часов трудотерапия постепенно увеличивается до шести. Заново учатся дружить, отмечать дни рождения и Новый год. Сотрудники Центра говорят, что праздником взрослые мужчины радуются, словно дети. Многие даже никогда трезво не отмечали никаких праздников. И люди просто даже не понимали, ну вот как это возможно. И когда человеку даешь это, и он понимает, что на самом деле, да, это намного веселее, что никаких последствий там, никаких проблем. И при том здесь как бы действительно это все проходит в такой дружеской атмосфере, в дружеском общении. Константин сюда приехал из Комсомольска-на-Амуре. День рождения он отметил здесь недавно. И, конечно, в свой праздник он загадал желание. Хочу остаться здесь еще на полгода, как закончу. Послужить здесь, ребятам, которые заедут сюда еще в следующий раз. Ну а потом, я не знаю, найти работу, как с семьей хочу обзавестись. Реабилитация проходит в течение года в три этапа. Уже на втором можно выехать на выходные и встретиться с семьей. На третьем половину времени мужчины живут в городе, но пока еще под наблюдением. Центр социальной реабилитации для наркоманов и алкоголиков существует под патронатом Церкви спасения в Иисусе. Те же, кто здесь смог избавиться от зависимости, теперь тоже помогают центру реабилитации. Говорят, что многие из них стали успешными людьми. Так что равняться есть на кого. Екатерина Станиславская, Евгений Погорелый, Виталий Литвинцев. Время новостей.